В серии «Профиль олимпийского чемпиона» мы собираемся взглянуть на Сухея Оно, двукратного олимпийского чемпиона весовой категории до 73 килограммов. Сейчас все знают, что он навсегда стоит в прямой стойке и делает свои броски из этой позиции. Но иногда, когда он чувствует опасность, он уходит в очень низкую стойку, защитную стойку, и это делается для того, чтобы выполнить броски назад, такие как Таня Тоши или Уранаги. Теперь давайте посмотрим, как из действительно оборонительной стойки он выполняет эту работу. Все смотрят на Оно и думают о нем, как о парне, стоящем в прямой стойке и делающем такие приемы, как Учимата или Асота. Но я видел, что когда он в опасном положении, на самом деле в опасном, то он опускает свой центр тяжести и продолжает поединок, становясь защитную стойку. Итак, в просмотренном ранее видео мы увидели, что Оно находился в опасном положении, например, против Сайн Джаргала. Здесь Сайн Джаргал взял захват своей рукой сверху и начал притягивать Оно к себе. И вот, что сделал Оно. Он обхватил его за талию, и как только Сайн Джаргал начал двигаться сюда, он встретил его и выполнил Таню Атоши назад. В другом видео мы увидели, когда Ан Чангрим снова пытался доминировать, взяв верхний захват, тут снова Оно встал в защитную стойку. И на этот раз он захватил воротник куртки сзади и стал тянуть вниз. Он сразу же поставил свое бедро прямо под соперником и повел его назад для выполнения Ура Наги. Таким образом, Оно один из самых сильных бросковых дзюдоистов в мире. Не только имеет сильную технику выполнения приема вперед, но у него отличная защита и великолепные контрприемы. Все это делает его блестящим чемпионом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...